Готов? Готов. Называется, блядь, чтоб не видели, сука, сепу, блядь, как мы стал балдуем, сука, пока они, сука, людей, блядь, обманывают, нахуй. Людей обманывать нельзя. Я маршал, прием. Голос мы слышали, теперь смотрите, как я кушаю торт, который передала Танюка Рычкова, а привез Бирюков. Спасибо. Через пару дней уже приедем, пойдем в ночной клуб по мигам Николаева, очень хорошее заведение. Мне надо солдат посвятить. Шок. Смотри. Шока? Молодца. Снимаете, да? Да. Гиви, ты кто такой? Привет тебе передаю. Слышал, Гиви, зовут тебя Саша Силовайская, как там твои друзья пишут, он Александр Силовайская, служил в Укрармии. А что ты тут служил? Иди едь в Россию, служи там в Русо Армии. И живите там в России всей бандой своей. Хочу, вот как одной жопой на два хрена. Хочу и того ДНР, но чтоб за зарплаты пенсии платила Украина. Разрушили вы свой регион, разрушили полностью, дебилы. Вот сейчас посмотрите, как Краматор живет, славянский. Да, сейчас страна на коленях немножко там, хреново с деньгами. Потом мы там разберемся с этими всеми системами, схемами. Ну вы разрушили, люди боятся ходить по городу. Мирные жители гибнут. Я знаю, что в Равеньках, в Антраците, блять, в подвалах их держат, людей блять. Бьют плетками, блять, эти казаки ваши. Руслопидорские, извините за выражение. Обстановка позволяет. Вот так. А тут нормальные люди сидят. Ни убийцы, ни там, я не знаю. Выполняют работу свою по защите Родины. Аминь. Это кто сказал? Я. Ага. Я перевел его. Да. Да. Аминь. Аминь. Да. Аминь. Наталю. Аминь. На дуэне. Аминь. Уже. Штука так спасает вообще. Так, раз, два, три, два, четыре, пять, шесть, семь, 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 семь. О, який я чистый. Чистый який я. Чистый. Это там самый чистый. Один, 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 один. Само, само, ты сказали мне, что ты нормальный человек месяц назад, я бы не поверил мне. Почему? Потому что я имела буквально. Ну, это у меня было просто я, страшно. Страсть я снял. Я столько нумий за алкоголь. Я не алкоголь. Я просто убираю. Видела бы мама, чем я занимаюсь. Тут медицина у нас, кто хочет, с тушенкой, вот здесь у нас кот примерно отдыхает, зайцы спят спокойно, похрапывая, отсюда тоже самое ведут огонь с той стороны, получается с востока там в окопчике сидит, и утес иногда нам не дает жизни, потому что стреляют ранебойно-зажигательными сюда, поджег вчера там газель, парни стоят, молодцы, отстреливаются все время. Это, кстати, VIP-зал, тут, наверное, Янукович метал, там, отметал, кожаные филанчики, тут аккуратненько. Вот, пацаны, из правого сектора, это чисто боевые, боевой правый сектор, не тот правый сектор, который на камеру работает и вечно что-то рассказывает. О, допустим, как наши, там, Николаевский, а это чисто боевые, пацаны, нормальные. Вот, вот здесь тоже позиция, пулемет, снайпер, здесь работают, логами отрабатывают, сразу же и кушают, варят, кушают и туда-туда-туда. О, раньше был подконтрольный еще корпус, там, с той стороны, но вот, когда были танки, здесь их не было, они обстреляли сильно, и разрушилось здание. О, сейчас быстренько поднимаемся на второй этаж, аккуратненько. Потому что оттуда всегда ведут огонь, оттуда могут подвинуть. Здесь тоже самое кукушки, подготовленные для пулеметчиков. Вот они по ночам бегают, вот там, вот там бегают по ночам. Там играем может работать снайпер, там можно вытащить нормально. Ну и там, в основном, их очень много валяется. О, это называется СПГ. Куда попали? О, это называется СПГ. О, начинается бой, пошли. Майк, 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 я маршрую. Майк, 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 я маршрую. Майк, 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 майк. Ну вот так вот и живем. Сейчас попробуем пробежать. Сейчас вот, чуть-чуть затихло, аккуратненько пробегаем. На первый этаж и начинаем уже там работать. Вперед начинаем. Так, все давайте поют по позициям. Не успели мы снять полностью. Как там мы живем, ну ладно. Есть, понял. Так, работаем мурзилки. Попарно, попарно. Один смотрит. Тут два. Один. Один. Дождик. Один. Один на сегодняшний день. Сейчас вот я распоряжусь. Два, предпочтите. Два, два, два. Первое. Дождик. Дождик. У нас 9-28. Понедельник. 13-ое число. Оркембря. Плюс, плюс, сейчас начнется вторая волна, вторая волна, как раз мы их и закроем. Плюс, ждем, сейчас новый контакт. Так, а сейчас высыл додают и в жабе вообще. Видишь, они, бля, не ведутся ни на какие-то примеры, сами просят, сами не ведут. Соглашение вот это, да нет, это все, бля. Не, ну сейчас как будто мы держим ради того, чтобы и заради буферной зоны. Да, ни хуя. Опять. Это уже была наша наша работа. Нет, или иначе. Ни хуя. Майки идут, прием. Вот сейчас был выстрел одного орудия с правой стороны, со стороны Спартака. Работают они справа и слева по два орудия, понял? Плюс. Пожелаю здоровья. Дебил просто, не спас. Казахка, дурная. Козырек это и убрали, да? Возьми прикладывание Блуждающий Питер вот это стреляет, да? Кто есть, кто нет, блуждают Страх, да? Страх, да? Страх, да? Страх, да? Страх, да? Нет, это не истерически Не истерически, не истерически Контролируется, да? Обычный человек Да, есть такие, которые день-два и уезжают с трюсот Под шумом Теперь зайдем Здесь такие шокальные день звонят Помогите, у нас это все оставили Нам производство будет все Здесь нормально Условия же Какие здесь? Война эта, а не плод Не отдых Условия всех Знаете, как спросили у Эйнштейна Вы не знаете, какое люди будут применять оружие в третьей мировой войне? А вы знаете, что ты видел? Не знаю насчет третьей, но в четвертой мировой войне они будут воевать камнями и палками Гуки Всё независимо Что неизвестно Разг recommendations Настерватно Проводим, потанцуем. Проводим. 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 06, 06, 06, 07, 095, 07, 095. Высота 216. Навестись, навестись. Орудие, орудие работает по нашим. Забудьте, что, 10 км. О, буду посадать. Да, ну, двести метров летит. Да, вор. Тупо. Нормально, сытят, блядь. Сытят красава. Оса, сука. Меха, не проводи их, ты нахуй. Уже не ломайся! Ты уже ломайся! Чё не ломайся! Ужалил ствол! Я тебе уже и каску! Ха-ха-ха! Ты что? Ужалил ствол! И всё лучше! Ты не трогай! Даже такой наш лук! Ладно! Морча! Морча! Звуки слышно, да? Вот такая же тема работала, когда мы были в окружении Дьякова Когда выходили, это было реально со всех сторон Самая страшная тема это арбиллерия Тем более подлая русская, которая работала за границами Вот так Ужалил ствол! Да! Это гараж! Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Спокойно, да? Тяжелая, блядь, а куда-то пиздует он. Шо-шо? Может старший работает? Да, старший. РТГ-26. Ярящий, блядь, волно накапливаем. Метр брони. Накапливаем, сука, даже не посмотрим. Только 26-е готовьте. 26-е. Ума то есть? Нема, нема, а то горелка работает. Не, не, сука, цех. Это бать уже другая. Нет. Сука. Еще, я говорю, без ЗНР, блядь. Из моего округления, все люди, кого я знаю, никто не хочет ЗНР. А у меня очень друзей, знакомых, приятных, сослуживцев, братьев. Никто не хочет, блядь. Новороссий. И его больше нетушителей сюда передавать. Что? Николай Васкович. Крупов-центр. Скоро? Блин. Блин. Плюс... Трюк, Вань. Трюк, в якість. Телеспейник. У нас там, блядь, список. Там есть... А что она там? Не пошли, не пошли. А? Она здесь. Иногда была борода. Эти фидеры вчера сприняли, у меня ракеты несет. Ракеты несет. Прям, блядь, и бог на ум. Взлети сейчас, Солнце, крышка, ковреди. Так, получше впитывает. Сляди за разрывами, где будет разрыв, Альтур. Да, приемли, приемли. Пошли, кабаны. Где разрыв? А? Где, где? Охуен. Где разрыв, блядь? На полдерят, вот, посадок. Ценности люди поменяли уже. Раньше ценностей не было. Ценности были только в деньгах. Бабло, блядь, связи там, эти. Знакомства какие-то. И все остальное. Сейчас люди уже ценности меняют. Уже поменяют. Уважение не купишь за деньги. А тут каждый человек, блядь, каждый боец познается в беде, блядь, товарища прикрыт там, естественно. Был, блядь, все думали, что он, блядь, чада какой-то. А на выходе нормальный парень был. А нормальный парень, который все думали, он на выходе чада. Война, блядь, все на места расправилась. Закончится это все, но все нормально. Война, блядь, разочарай. Расскажи как выходили из окружения и откуда? Из окружения. Было в районе села Дьяково на Луганской границе. Как выходили? Просто взяли, построили колонны. Пошли прорваться с боем через вражескую территорию. Выход был тяжелый. Всю дорогу выходили, крыли нас артиллерию крупно. Всю ночь выходили. Слава Богу, по крайней мере, наша бригада без потерь. Техники много потеряли. Все потеряли, потому что состояние вообще... Приходишь, например, на роту 10 машин, и с первой кампании пришло буквально одна или две штуки на своем ходу. Все остальные там телеты и телеты. Состояние хранения, после хранения вообще никак. Зеленые коридоры периодически предлагали. И, в принципе, как показала практика, больше дальше хорошо не повелись. Замануха была явная. Людям верить нельзя на той стороне. Они бы коридор сначала дали, потом бы там расстреляли. Ну, командование, я так понимаю, это просчитало. И отказывались от них, естественно. Не, были некоторые подразделения, которые бросали там технику, оружие, выходили, нервы сдавали у людей. Я их не обвиняю. И выходили через границу, через российскую уже. Сдавались, а потом переправляли. Ну, как-то считали, что надо стоять до конца, я не знаю. Ждали команды прорыва и выхода. Десантник? Да. В 79-м Николаевск. У вас тут половина в десантнику, половина в полосе. Тут поглядят правые, в 79-м. На том терминале сейчас там 95-е. Ну, в поддержке механ, артиллерии. Все выдержим оборону. Одним организмом. А как правый сектор, как воюет? Да, я, честно говоря, с ними плотно так не воевал. Вот это сейчас только столкнулись. Та, нормально воюет. В принципе, я не скажу, что я большой поклонник этой организации, честно говоря. А так, я считаю, что враг моего врага, мой друг. Удивило, что много молодых ребят. Достойно. Смотря на возраст. То, что люди не военные, а сами пошли добровольно. А, ну, подожди, ставь, пожалуйста. Ну не сетиться же мы дома, дебилам, а? Не сетиться вам, блядь. Раз, два, три. А посрались чеки, блядь? Нормально, скажи, блядь, плюс 50, плюс 50. За что умирать, блядь, непонятно. Это просто некоторое повреждение есть. А вот тех пацанов, которые Гиви говорят, что мы своих забираем. Вот собаки приходят ночью, халуют. На одном месте у них все видно, все все. Приходит, халуют. Грязная война. Нормальных не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 самое безопасное место здесь вообще вот медицинский пункт видите лекарств куча вон ящики с пластидом с вон еще куча мин всяких вон туры короче если что-то сюда влетит будет грустная печаль так лекарства но все что хочешь есть на безопасный сволочек долго надеюсь выдержит перекрытие расскажите как ну вы же выходили из окружения по-моему что про него рассказывать ужас сплошно они стреляют мы не можем в ответ стреляет на высоте вообще там живого места не было я однодушевшая машина один-единственный блиндаж там уцелел как-то чудо круче жутковато вспоминать уже шансы прикидывал вообще никаких как боженько вывели нас возьми нас за руку и здесь все будет хорошо чувств поминать все равно отдали до самого ребят нормальных погибло могли бы территорию как-то не сдавать я не знаю я солдат и не спротив я думаю приедем домой пойду вот буду валяться в телевизор смотреть про рыбок про мире животных осталось немножко только выйти отсюда кто атаковал кто атаковал мою вас когда там кто все парни кто там у них на артиллерия русская была за границы била постоянно грады и там минометы постоянно турами стреляли не жалели танки ребята там конечно вообще герои тоже ждали каждый день когда же будет приказ что-то делать не так сидишь море только отбиваешься то же самое что и здесь только немножко в другую интерпретацию где лучше где хуже где страшнее где не очень я не знаю что там страшно было что здесь просто немножко условия изменили очень красиво наши артиллеристы помогают если же сильно близко подходит наметчики наши там вообще ребята спасибо большое а я бездельничаю тут у меня работы нет уже хорошо я как у медика вот я только и молюсь что бы раненых не было особенно тяжелых ну убитых тем более как грады запускаются она сразу чувствует сразу бежит в подвал еще до разрыва я сразу не мы шляпу это подарок на 5-летие которые я празднула здесь на поле у меня еще мне подарили очки которые отобрали самого Джона Рэмбо говорят плакал победил а шляпу подарил чек норрис правда пикардов был украинский да поздравил меня радость президента привез мне сюда торт покушать вкусный был но в принципе говорят что по интернету новости какие за этой шляпой меняются снайпера обещают ее снять думают что здесь какой-то американский ковбой ну в принципе я шляпой доволен заберу ее сюда еще пера не хватает ну да еще найти трех-муж-пятерок все никак не зарастется кстати в Крыму плыли в частях БТР и было много техники которые отобрали они сейчас против нас реально автоматы которые находили все они оттуда АКМ сотые украинского производства другого пути просто не было им добраться в руки этих вот людей вообще тяжело говорить дуриматов ну я кого когда мы сняли к нам достреляли крымские наши да бригар, 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 бригар с Крым с оборотом встречали да я знаю у меня мой сослужитель с которым срочную службу служил здесь не был вот так вот полгода жили кровать возле кровати стрелял там ничего страшного созванивался со своим другом говорит передай Сане привет я его недавно видел передает мне привет где он видел он сказал ты поймешь и тут я вспоминаю что он мне нагнято валил снайпер я уполз в одну сторонку он мне перед носом за небо фонтанчик уползаю в другую сторонку разворачиваюсь к нему получается спиной и маслаю поближе за какое-то укрытие и думаю лишь бы не в задницу застрелили вот это было бы глупая смерть да ну видно он не хотел меня застрелить решил просто передать привет человеческая жизнь это самое дорогое что у нас есть дороже у него нормально ничего и за что вообще за какие такие деньги я не знаю такой валюты которая стоила дороже жизни ни власть ни кусок земли ни кусок этого драма аэропорта вообще не представляю что это хуже если бы нас не стреляли наверно и мы не стреляли не знаю у меня что-то речь сразу перестает высоко и отключается камера да так что приедем с новыми критиками конечно а что было выставлено вот так мартель да что это я хотел бы передать остаткам украинских военнослужащих которые остались там в этом терминале которые прячутся там как крысы что хотел бы им передать не быть дебилами знаете у спарты в моторолосской там где мы там победа есть девиз а у нас девиз вы все умырете так что поверьте моим словам Сомали никому никогда ничто не прощает я советую быть не дебилами а нормальными адекватными людьми сдаться по человечески и хватит понимаете я просто поражаюсь откуда у них или такой большой страх или такой большой патриотизм ну я думаю скорее всего шут Trinity большой Rafael дебилизм какие там насколько слышам по данной моей разведке кто там осталось около десяти человек которые бегают по этим канализациям ныкаются прячутся они и видать им кто-то внушает что к ним придет помощь которые бегают по этим канализациям ныкаются прячутся Ха-ха-ха Вперед! 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 Аккуратно! Проходим! Проходим! Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Маршал! Маршал! Елеший! Триом! Стой! Открейте! Не стрелять! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Вперед! Уйди отсюда! Вперед! Пацаны быстрее! Давай! Нет! Помогай! Давай! 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 А то проходим! Прикрывай! Побежали! 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 А тут еще нет! А мы туда! Нет! Туда! Смотри! Ребята! Все! Давай! В сторону! Все! Разошлись! Блядь! Накинон! Все! 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 Ребята! Попозитие мы schools. Прикрывай! Позитие мы schools! Стоп! В прик tear! Тимпно! Все! Затем у-то somos турнических местников. Ребята! Значит он не расскажу! Добавьте血ь если обju relación. Поставить его голову без правordnung! Провераются и щас плани 처�speя reconveni! Живот, грудь болеет? Всё цело? Хорошо, браток. Она одесса немножко пока. Она грудь пока гад. Занемела. Занемела. Время жгута, Андрей, как потом. Я не знаю, кто налаживал это. Прошло. 16.35 16.35 Да, вот. Есть, Гнат. Приятного. Приятного. Возьмите его на бочок. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!